Париж. Мы очень рады приветствовать всех преданных, а также друзей преданных и гостей на этом замечательном празднике, который называется Джон Башни. Именно в этот день, пять тысяч лет назад, более пять тысяч лет назад, явилась в этот день Верховная Личность Бога. И обычно в религиозных традициях не принято праздновать День Рожжения Господа. Но и празднуют только христианская традиция на праздновании День Рожжения. Если судить по тому, что человек создан по образу подобия Бога, то если у человека есть День Рожжения, почему бы тогда у Бога не было? День Рожжения. Правда? Получается, у людей есть больше чего-то, чего есть у Бога. Но суд такова, что человек не должен преуменьшать величие, как Верховная Личность. Иначе это является чем? Оскорблением. Правда? Когда наше величие кто-то преуменьшает, мы обижаемся. Правда? Но Бог, Он есть Бог. И Он на такие вещи не обижается. Обижаются Его преднами. Их обида заключается в том, что они просто прославляют Его славу и говорят, что Бог приходит на этот материальный мир и рождается. Но рождается Он не как обычный человек, а как Верховная Личность Бога. И мы сегодня немножко об этом поговорим. Поэтому сегодня у нас джанма аштами. На восьмой день джанма означает рождение. Аштами на восьмой день убывающей Луны. Сегодня восьмой день убывающей Луны. От начала Ее полного будня, когда явился Господь Кришна. В 12 часов, в 24 часа, в 00, в 12, Господь Кришна явился в этот мир. И мы почитаем, с какой целью Господь приходит в этот мир. Мы почитаем один текст из Богородииты. Богородииты, глава четвертая, которая называется Бождественное здание, текст из 9. Чанма карма чанмэдивьян, и вам йвэти тадь патаган, тяк патиханандунарджаман, найтиман, эти соркинан. Тревор. Тот, кто знает Божественную природу моего явления и деяния, никогда больше не рождается в материальной мире. Покинув тело, он достигает моих вечных родителей по Арджуну. Комментарий основателя Ачарии, Исконной Мемети, Его Божественной Милости, Ачеба, Хриттан, Насваны, Шинопрау Адам. В 6 главе, в 6 стихе рассказывалось о том, как Господь несводит материальный мир из своей духовной обиды. Тот, кто посид истинную природу его явления, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой и великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же, освобождение, которое они обретают, погружаясь в стилистичные домочеки Господа, нельзя назвать полным, так как оно исключает возможность их возвращения к материальному мир. Однако, преданные, постигшие божественную природу, тело Господа и Его деяния, покинув тело, попадают в Царство Бога и больше никогда не возвращаются в материальный мир. В Рамосангите, 5.33, говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений, альбаритам, ачуртам, амами, амам, амам, агурам. Но, несмотря на то, что у Господа очень много консультирных образов, все они, суть одна и даже Верховная Вечность Бога. Эта истина недоступна к пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить. В Ветах, в Пуруша Абмини Упаниша, сказанности, «Эко де воникья виламуракта вардам я и хридяматар атма». Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими предами и их взаимоотношениям вечны. Господь Сам подтверждает это в данном стихе Богородицы. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет вверх и Верховной Вечности Бога, и не тратит времени на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает полный смысл ведического афоризма «Так вам и си». «Ты Тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришно Всевышний, и обращаясь к Нему, говорит «Ты и есть тот самый Верховный Драмат в личном стопе». Очень быстро обретет Господь и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господом, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается верой. «Там эваави пати и у пати, на як панхаави ете, яна». Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смерти, необходимо постичь Богу, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не осознает, что Кришна Верховный Личность Бога, Он, безусловно, находится под влиянием гуны и невежества, и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть смысл Бхагандрихи, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто отлизывает снаружи банку снова. Такие же лософагианы могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих пичливых, вверхских ученых – беспричинная милость перед Родом Господа. Итак, каждый должен стараться развив свое сознание Кришны, опираясь на веру и знание. Тогда мы сможем достичь совершенства. Конец комментарии. Еще раз перевод. Тот, кто знает божественную природу моего еленения и деяния, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинут тело, он достигает моих вечных родителей. Итак, это очень важный стиль из Бхагавадгиты. Бхагавадгита переводится как «песнь про первая духовная личность Бога». И на самом деле о себе может рассказать только сама личность или его близкие. Поэтому Бхагавадгита, она рассказана о самих Кришне, духовная личность Бога в определенных обстоятельствах. И Кришна своему другу и своему преданному Аджуне объясняет свои божественные природы. И Бог, хотя говорится, что человек создан по образу и подобию Богу, но Бог живет вечно. Тогда мы можем, как мы видели, человек что? Умирать. Правильно? Может, тогда провернуть присты? Тот, кто родился, обязательно умирает. Это естественно, правда? И это не касается какой-то определенной религии. Это касается, что? Всех. Правильно? Поэтому утверждать, что это не наша вера. Ваша, наша. Не имеет смысла. Потому что тот, кто родился, обязательно умирает. И вопрос, а для чего же живет, если все равно, что умирает. Естественно, если люди не знают, для чего жить, то так они и живут. Живут для чего? Чтобы умирить. И тогда задается, а смысл тогда? И более разумный человек, поскольку человек отличается от всех других живых существ, наличием разума, это значит, что он может задавать вопросы. И вопросы о смысле жизни. Тогда он задает вопросы о смысле жизни. Если он начинает понимать, что, если он начинает понимать, что в конец у себя ходить, неважно, человек печеный, богатый, бедный, красивый, знающий, все, так сказать, что умирали. И тогда вопрос, для чего живет. И когда человек начинает понимать это, он задает вопросы о смысле жизни. Для чего я живу, для чего предназначена эта жизнь, что со мной будет потом. И какое учебное заведение нам дает об этом занятие. Кто об этом говорит, не говорит. Потому что если об этом будут говорить, тогда невозможно будет людей из молодежи. Но об этом не говорят, поэтому... Когда человек живет в незнании, его можно эксплуатировать. И мы видим, людей эксплуатируют по полной программе. Основая, давая им знания на основе чувств, и говорят, что удовлетворение чувств – это высшее совершенство жизни. И люди так думают. И это реально, потому что удовлетворяя чувства, мы получаем реально какое-то удовольствие. Когда чувства соприкасаются с объектами чувств, они испытывают какую-то радость. Поэтому вся цивилизация современная, она построена на том, чтобы дать нашим чувствам то, что им что нравится. И люди ради этого живут. И когда люди ради этого живут, весь свой разум они направляют на так называемый экономический прогресс. Вроде прогрессируют, 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 а счастья что? Нет. И не важно, сколько по шипке у вас леют. Сто или сто миллионов. Все равно их не хватит для того, чтобы купить сейчас. Или откупиться от своей греховной поступки. Вы встречали? Но тем не менее, люди копят, копят, копят эти деньги, обустраиваются в этом мире. И в конце концов, они настолько таки попрощены, что они забывают, что смерть не загорает. Ченаке-политик, очень известный философ и ученый, и дальневидный политик, что ни одну, даже одну секунду времени мы не сможем вернуть. Ни за какие времени. А со временем, мудрый человек понимает, что всю жизнь, которую он прожил, что? Он прожил этот факт? И люди разочаровываются в конце жизни. Даже чтобы говорить о конце жизни, они разочаровываются уже 25 лет, они уже полностью разочарованы. Познав все прелести этого мира, они уже 25 лет уже разочарованы. Говорится, что в конце этого века Кали-Юги, который длится 427 тысяч лет, люди уже будут познавать эти чувственные наслаждения, самого детства. И уже в 25 лет он будет выглядеть, как столетий с нами. Все. Это то, что сейчас происходит. Возраст человека сокращается. Поэтому, поскольку возраст человека сокращается, нужно из жизни извлечь по максимуму, за минимальную, чтобы прелить. Именно так живут, 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 живут. Ездят в этих городах на четырехполезных автомобилях и забывают цель жизни. Но человеческая форма жизни – это единственная форма, которую человек может понять в верховном личном форме. Посмотрите, при Орнец Кишиня, они столько приложили усилий, чтобы организовать этот праздник и приглашали людей, приглашали многих. Если бы даже пригласили всех животных в городе Кишиня, кто-то пришел в этот праздник? Пришли только кто? Люди? Потому что им интересно. Животное не интересен Богу, потому что животное заботится о четырех видах, о четырех вещах – еда, сон, защита и совокупление. Поэтому говорится, что если человек заботится, живет человеческой формой жизни, заботится только об этом, он подобен полуфу. Да? Это факт. Это факт. И если мы это не понимаем, если мы не поймем, какой образ жизни ведет современное человечество, как оно сможет обратиться в духовное личное слово? Поэтому священные писания – это описание. Они описывают не только, насколько ужасна эта жизнь. Лекция началась с того, что жизнь какова? Ужасна. Но не так же говорят, что есть у всех живых существ прекрасное будущее. мир в другом, вернее, жизнь в другом мире, где жизнь вечно исполнена знамя вечности и счастья. Этот мир, он находится за пределами этого материального мира. Посмотрите, в природе человека вложено, если ему где-то не уютно или что-то ему не будет творять, он уезжает в другие страны. Правда? Более цивилизованные и более развитые. Так? Так происходит вишненарод. И так происходит в Америке. Только американцам никуда не есть. Так вы знаете, куда они едут? Винди. Спрашивайте, почему богатые люди? Я часто встречаю видеть целые длиннадцатые американские, которые вышли на пенсию, у них хорошая пенсия, которая позволяет им путешествовать. Чего приезжают, так сказать, в нищую страну, как нам рекламируют этот ревизор, чего туда приезжают? Где люди бедные, где грязные, чего же туда приезжают? Если вы так хорошо живете в Америке, чего вам там не живется? Нет, им хочется все равно куда-то уехать. Почему? Если человек счастлив в том месте, где он живет, то куда они уехали? Куда? Скажите, спросите, куда? Так нет? Нет, они все равно куда-то уезжают. Если человек уезжает, значит, он не удовлетворен, и он чего-то ищет. Правда? Чего-то ищет. И вопрос, чего? Ответом же непростой. Все ищут выше. В остальном не знают. Но люди хотят найти то место, ту личность, то место, в котором они будут счастливы. Где не можно тяжело работать подобно ослаблению. За то, чтобы купить в этом супермаркете себе капусту и морковку и кусок слева и поесть. Где не только хорошее место, в этом месте всего достаток, овощей, фруктов, всего, где не нужно ходить на работу. И тяжело работать. Более того, в этом месте, даже если место само по себе хорошее, может ли мы жить в таком месте сами? Нет? Нам всегда хочется чего? Отношений? И посмотрите, сколько мы набитых шишек, развивая отношения в этом материальном мире с обычными людьми? Сколько? и не сочетаем. И так отношения не разведут, правда? Даже если не разведет, у кого-то был пик каких-то отношений, то со временем все это ушло. туда? Далеко, далеко в прошлое. И мы остались тут ни с чем. Но мы хотим жить в хорошем месте, в хорошем отношении. Но где самое хорошее место? Там, где нет рождения, старости, болезни и смерти. Согласны с этим? Хорошее место? Хорошее? Потому что в этом месте уже нечего бояться. Обычно люди боятся. Чего боятся? Больше всего смерти. Но в духовном мире, мир, который существует за пределами этого вовремя мира, мир, где живет в Верховном и Вечном Боге, не существует рождения, старости, болезни и смерти. Поэтому уже место, которое отходящее. Поскольку там нет рождения, смерти, старости кудалеризму, кроме этого там еще живет полная личная Бога, с которым можно развивать отношения. Посмотрите, почему у велигии нету Бога, у многих велигии нету Бога как личности? Очень просто. Потому что они не хотят ему служить. Потому что если есть большая личность, значит нужно ему что? Слушай, почему сейчас дети не уживаются с родителями? Потому что дети не хотят слушаться родителей. А почему они хотят слушаться родителей? Потому что родители в своей почереди не слушали кого? Своих родителей. Это такая вот цепна термация. И все как в конечном итоге причина какова причина что они не хотят слушаться Верховной личности Бога. И не хотят с Ним уживаться. Они хотят Ему служить. Но какой результат этого? Они срагаются. Слушай, если человек не имеет подходительства в Верховной личности Бога, посмотрите, он просто здесь одинокий и никому не нужен. И то, что с ним закончили в этом мире, то и что не смело. И мы себя не можем защитить даже какого микроба, которое называется спин. Что мы можем сделать? Это просто в этом материальном мире, просто без защиты. Поэтому тогда говорит Кришне принимайте, принимайте, у меня я вам дам полную защиту, более того, и взамен я вас ничего не требую, не буду вас эксплуатировать. Просто служите, занимайтесь служением в свою полность. Потому что служить для человека, это его естественное положение. Смотрите, кто из нас наслажающийся? Мы все сквы? Кто не служит? Есть кто, кто не занимается никаким служением? Каждый служит своей семье, своей нации, в конечном этоге, своей жизни, своему мужу спорили керем. Конечно, если он никому не служит, он служит самому себе и своим чувствам, все равно человек служит. И как мы можем это понять? Потому что все мы помним своих чувств. Правда? Так нет? Вот я заинтересован, к тем есть, и что он придет? Един. Мы больше не занимаемся, мы выполняем него приедем. Потом мы захотели спать, мы что днем? Идем спим. Потом встали, снова что? И едем. И так проходит сцена жизни. Устуем. 24 часа в сутки расходит только еда, сон, защита и немного там собаку пленят, которое сопровождается генетическими болезнами и постоянной неудовлетворенностью ваших партнеров. Такова материальная жизнь. И человек говорит, что это счастье, счастье, но не же одно. Если счастье, то увеличивается продолжительность жизни, и человек ходит постоянно счастливым. И он рад всех видеть. Но почему в современной цивилизации люди закрываются по своим махерам, и не хотя бы никого не видеть? Почему? Потому что все делают эксплуатированные. Поэтому мы пытаемся от этого защититься на махах. Защитить всех может, хоть вверху, на махах. Поэтому Кришна говорит, идите ко мне, идите, но для того, чтобы прийти ко мне, вам нужно принять три вещи. Джамму и карму. Джамма это рождение, это мое рождение, проявление, когда мы теряем умеем, и карма это моя деятельность. И мы зададим вопрос, а зачем? Очень простой ответ. Потому что нам всегда интересна деятельность каких-то великих людей. Правда? Интересно? великих фильмах. Что мы телеписали смотрим? Сейчас модно показывать, я не знаю, как полковник, но в Украине модно показывать, как живут люди среднего ростала. В фильме показывают, в национальном фильме, как живут люди среднего ростала. Люди нам этого не хватает, им нравится. И все больше нравится смотреть, как живут люди. хорошее просто. Правда? А еще больше нравится посмотреть, как живут цари. Ох! Совсем хочется побыть царями полно сладаться. Правда? Поэтому мы всегда смотрим на людей, которые более развитые, в каких-то отношениях вечеринных, потому что есть интерес. Мы никогда не будем слушать и смотреть фильм какого-то соседа класса по первому лицу. Правда? Ну, что там все понятно. Нам интересно смотреть какие-то размышленные люди. И что, господи, нам интересно знать его имя, интересно знать его характер, то есть качество, интересно знать внешний вид, его форму, верительство, его восстановление. Почему? Потому что это для наших неизвечайных социальные души, потому что если направить все это на верховную личность Бога, говорится, что человек, каков результат, он больше не родится в этом материальном мире, который его сопровождает в росте и страдания, страдания от собственного ума и тела страдания от других живых существ и страдания от природы. Мы шли на праздник, надеясь, что будет хорошая формула, но увы, пошло все то же. И что мы можем с этим поднимать? А когда дождь идет, у кого-то согнение поднимается, у кого-то депресс, глубокий пресс, у кого-то еще что-то происходит, страдания, страдания, это то, что приходит в этом материале. Поэтому Кришна говорит, поймите, познайте мое рождение и мои поступки в этом мире и в духовном мире. Послушайте, как я живу, послушайте, какова жизнь духовная и без сомнений человек в этом перечется почему? Потому что это естественно. Даже когда Кришна приходил в этот материальный мир, более того, нам не просто хочется жить с Богом, просто так. Почему людям неинтересен Богом? Потому что они не знают, какие отношения можно развивать с Своей личностью и Богом. А Кришна говорит, что можно развивать с Богом отношения. И люди могут не это так. Он же Бог, он же великий начальник. И что с начальником никто не разнимает близких отношений? Разве у начальника нет семьи, детей? Есть у вас семья и дети? Есть? Посмотрите, даже у самых больших начальников есть? семья есть? Семья есть? Нет. Еще нет? Наверное, там он поделит. Как иначе? У него есть семья, у него есть родители. Все равно у него есть семья. И человеку очень интересно жить в семье. Ладно? Поэтому говорится, что Бог это не только начальник. Как президент, он не только начальник, у него же есть дом, где он ведет себя немножко по-другому, чем на работе. Так же, как он на личной Бог, у него есть обитель, где он себя ведет немножко по-другому, чем управляющий всем материальным делом. И в этой обители у него много-много родственников и много живых существ, которые имеют с ним отношения. Они имеют с ним отношения судьи и господином, потому что не нравится служить Господу. Так как вы знаете, у всех царей всегда есть услуги. Так же, только в коммерческом Боге есть слуги, которым он служит, а не на ващественном. Один же мы слышим два являются его друзьями. Как они делают иметь коммерческих богов своих близких людей. Очень хорошая идея. То это является небогат или старшим старшими родственниками хоккейства Гриндавы Гопи и пастушки Гриндавы, которые являются сверстницами матерей Яшоты Мамы Господа Криши. И они являются его матерями. Человека семь матерей. Жизнь сем матерей также в полной личности поэтому можно развивать отношения с полной личностью его будущим его отцом и матерей и старшим. Также можно быть посклюбленным полной личностью к полной личности. И на каких отношениях мы хотим верить? В первую очередь он хочет удовлетворение для кого? Для себя. Поэтому когда встречаются два человека которые хотят что-то для себя что они будут? Какие отношения они будут строить? Скажите. Нет сначала ты удовлетвори мои потребности а потом посмотрим. и поэтому когда встречаются люди с таким от настроением могут олимолить между собой. А почему это все происходит? По одной причине потому что у людей нет сознания и движения и поэтому они не будут верить. Все? И что Дарвок Партон создал это движение общество международное общество сознания и движения с одной целью. Не для того чтобы навязать еще какую-то религию еще какой-то опыль для народа. Понимаете? Мы особо не переживаем. Будут нас много последовать или мало последовать. Преды за это не переживают. Они переживают за то чтобы люди были сознающими и дыши. Тогда они будут счастливы. Тогда у них появится смысл и цель в жизни. Если человек не имеет цели в жизни его жизнь какова бессмысльна. он живет просто как животное. Поэтому есть такой термин «звипада» «пашу». Я на Украине часто шучу потому что когда приходишь к кому-то и люди между собой просто и люди говорят «Да я целый день пошу 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 пошу». Я не говорю иногда «хватит пошу». «Пошу» это животное перекопиться. Становитесь кем? Человек как? Потому что предназначение человеку задавать вопросы о том соблюдении есть. Поэтому широкий парт наш основатель начальник международного общества Сознания Кришны организовал такое движение куда могут приходить все другие и становиться счастливыми. Что же мы вам предлагаем? Очень строгие правила предписания у нас. Нужно приходить просто послушать немножко Кришны очень строгие правила предписания. Потом немножко попеть, потанцевать и насладиться угощением. очень строго да? Строго очень строго теперь все очень просто и становиться и становиться счастливым. люди приятно слушать о какой-то великой личности, которая удовлетворит всех, которая является Господином нашего сердца, Кришна, потому что Он там находится. Господь не пью, не курят и желают и пить. Более того, не просто они пьют и курят, но еще обладают сохраненным знанием о верховной личности и богах о себе, кто они есть на самом деле. кто знает, кто Он есть на самом деле. Ну конечно, кто читал Багдар Тихо, может понять, что мы есть душа. На самом деле мы душа, мы медведь. Смотри, если мы посмотрим, встанем перед церковью, мы посмотрим на отражение, которое мы видим, кого мы там видим, когда мы смотрим на нашу церковь. Да, мы можем сказать это Я. Хорошо, мы можем. Давайте внимательно посмотрим. Это верхняя часть моя называется щека. Голова чьяная моя. Это руки чьи они мои. Это туловище чьи мои. Ноги чьи мои. Англеже я. Лина. Поехали. Но весь Я. Весь Я. Нет, это не Я. это мое что? Тело. Все вместе это мое тело. А где же Я? И посмотрите, наше рукой мы покажем. Да, вот он я. Вот он. Вот. Куда мы беремся? Там они показывают ни на голову, ни на другие части тела. Объем, почему голову, сердце покажем. Вот он. Переход в воду. Да, вот он я, но только не это тело. А что? То, что находится там, сердце, это Я, душа. Потому что когда это Я, душа покидает это тело, уже ему никто почему-то в любви не признается. Даже если оно мисс мира, не признается. станет дурка, людей просто наплачут. Как жалко, вы не успели насладиться по ней молодости и по ней телу. И что? Другие будут. Не беда, другие будут. беда. Но посмотрите, к этому телу никто не никакого отношения. Но даже если мы его считаем красивым, то он через пару дней начинает сдувать запах, запах издавая. И разве какая механия? Это моя аналогичность. Посмотрите, что с него происходит в этой аналогии. А я вечная душа, которая хочет жить вечно, которая хочет иметь вечное отношение с вечным Господином, которая является полной вечной церкви. И хочу с ней вместе жить, вместе наслаждаться и жить, вместе ты танцевать, шутить, играть. Потому что это жизнь, это жизнь быть счастливым. И мы работаем для того, чтобы построить так из своего счастья. Мы работаем только с одной целью, чтобы построить свое счастье. Если счастье можно было построить без работы, правда? Работал, кто так работал, с присутствующим. Нет. В Духовном мире не надо работать. Вам нужно просто служить в Верховной Личности Бога. Это не значит, что там ничего не нужно сделать. Нет. Там каждый человек танец, каждая свадьба есть. И все люди сосредоточены в своей любовью в Верховной Личности Бога. И единственное из занятия, которые они представляют Верховную Личность Бога, его имена, его качества, его формы, замечательные формы, которые никогда не смотрели и его поступки. Говорится, что даже когда Кришна рождался, приходил на землю, он был на земле в 125 лет. И когда он родился, он рос до 16 лет, и дальше его тело уже не стояло. Его тело вечно юное, поэтому, когда он смотрит на Кришу, чтобы привлечься и полюбить Верховную Личность Бога, нужно, чтобы он был каким. Молодым, красивым, богатым, знающим. А если Личность не обладает таковыми качествами, так за что его любить? Это могло видеться, что Кришна самый, 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 самый молодой, самый красивый, самый богатый, самый знающий, самый дославный и сам отвечает его, самый, самый, самый. И когда он был на земле, он показал, он сделал шикарный реклам Духовного мира, он показал, как все живые существа живут в Духовной мире, и как они счастливы, когда они ведут вот такую богоцентрическую жизнь, когда их все внимание и вся жизнь верится вокруг Верховной Личности Бога. Поэтому этот процесс, который мы следуем, вредим здесь материальный грязь, но что делать, мы просто учимся служить Господу Триши. Какие образы? Готовим ему вкусно, украшаем его, насколько позволяет наши возможности. Как вы видите, в алтаре здесь тоже слабо, они стоят все цвета, фрукты, они должны быть. И сегодня покупали, на них отдельные нарядные кандиджи. Все, мы так сияем, если посмотреть немножко ближе, то они там едут, поэтому позже можно подойти и посмотреть на Божество. Да? Так мы слушаем греховную личность Бога. И у нас есть этот принцип. Правда? Когда у вас появляются дети, мы что с ними делаем? Корнуем, одеваем, моем, обучаем. Такие же отношения можно развить греховную личность Бога. И именно эти отношения делают человека близким греховной личности Бога. Именно каким образом его сердце придавливается неприятовная личность Бога как личности. А когда мы любили и личность мы его очень ласково называем во имени. Когда мы называем Кришна, Кришна, Харе, что такое, да? Когда мы выходили вчера на Харитане, люди просто стояли и слушали. Но что вредность такой любовью пели Святое Дима, что люди просто стояли и слушали. И ничего не нужно думать. Хотя там был праздник, день города, день освобождения, день независимости. Но тем не менее люди пришли и просто слушали и поют и поют. А я сам обиделся. Обычно сколько раз выходил на улицу век, здесь в Кришневре, люди так не остановили низко вчера. Но они стали просто слушали и слушали. Раз уйдут одни, другие и слушали. И человек вслышал и вслышал и слушал. Все послушал и дальше слушал. Почему они слушали? Потому что Кришна это не просто придем на какой-то группе людей, пишем имя Бога. Нет, это его изначальное имя, которое переводится как все живет. Потому что Кришна внутреняет всех своей красотой и качеством. Поэтому тогда мы смотрим на Бога, а посмотреть мы на Него можем. Потому что Он в этот материальный мир приходит или Сам приходит, если мы не можем увидеть непосредственно, так Он доставляет здесь материальную мере свою прекрасную прецедентную форму. Эту хору ставят в алтарь, строят для Него дом, который называется Храм, и туда преданно приходят и поклоняются верхом Меречнистей Бога. Восносят Ему молитвы, убирают Храм, предлагают шикарную пищу, замечательную вегетарианскую пищу, одевают Его прекрасные одежды. Каждый день Его много. Шесть подношений, шесть семь подношений каждый день Господь предлагает пищу. что люди сошлись с ума, просто поклоняются какому-то камню. Разве можно? Они и делают это бесплатно. Нет, они наверное зарплату с этой едой. Они ходят без зарплату, они это делают бескорыстно. Они это делают просто бескорыстно, служат. Почему? Потому что это есть естественное желание сердца. И потом что делают? Поют и танцуют расслабляя Его качества. И собираются вместе преданным поют. И Кришне особые имена. Имена, которые человек произносит и он испытывает радость и тут же избавляется всей страдатой. Есть какие имена в этом материальном мире. Мы выходим на улицу. Вчера мы 2 часа 3 слова Харьёв Кришна и поем. И чем больше поем через 2 часа приходит энтузиазм. чем больше поешь тем она быстрее шок на доедание. Но Харьёв Кришна мантру чем больше поешь тем больше хочется петь 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 «У У нас красавица возможность посмотреть как они будут с энтузиастом танцевать». Когда человек голодный его ничего не заставить вверх. Но бредные они тоже внешне голодные но их душа она сильна чем сладости святого и них. Сладостью рассказывает о Верховной Личности Бога его Его сладостные формы и его качества. Они насыщают. Эта вещь, которая насыщает нашу душу, когда человек сын духовно, он такой счастлив. Поэтому когда человек сын и счастлив духовно, что ему остается в этом направлении? Наслаждаться такими счастливыми. И что еще? Поскольку человек свободно желает счастья к тому, другим, своим, окружающим, близким и здоровым. Это суть этой программы. Что мы преды, которые здесь сами наслаждаются счастьем, а не просто пожелаем этого счастья, всем упал. Это лучше быть. Мы все остались вместе. Один, счастливый. Разве можно быть в обществе несчастным? Кто-то станет счастливым. Где будет такой здоровый смысл? Все в обществе оно такое. Задумчивое. И с самого утра несчастное. Потому что вы бегает на улице Кишинева и что-то ищет. Но они могут дать. Сколько лет уже ищут? И не могут дать. Например, они уже нашли. Но у них есть Кишина. Поэтому, когда они походят на улицу, они не ищут счастья. Они ищут людей. Кто хочет быть счастливым? Хочет, но не может. Он уже разочаровался. И приглашает. Приходите к нам и будите счастливым. Да не к нам приходите. Приходите. Движение. Приходите. Не могут. Просто приходите. Не хотите приходить. Просто обоскоряйте характеристики. Не хотите. Просто возьмите книгу, почитайте. Вы увидите знак стабильный, что такое характерище. Я вчера я был сексистом. И он мне спросил. О, а вы с какой религией? Буддисты, что ли? Я говорю, нет, вы старик Кришна. О, старик Кришна. Ужасная религия. Господи, вы должны подумать. Куда вы пришли? Это только начало. Все ужасы будут потом. И я спросил. Боже, и что же за ужасы? Вы там видели? О, я пошел в интернет и в Ютуб. Я говорю, сколько ты видели? Говорит, 30 с чем-то. И ты до сих пор телевизор видишь? Ну, так или иначе. Я пошел в интернет и в Ютуб в конце шоу. И там показывают характеристики. И что же они там делают? И в жертву людей, детей приносят. На какие-то насаждают себя, на какие-то крюки подвешивают. Боже, ужас. Я уже начал на свою спину смотреть. На свою шрам. Просто так меня восхищают. А прежде чем вступить, меня на крюки подвешивают. И спрашивают. Ты будешь до конца преданинам и пришли. И я кричал. Да, да, да. Только отпустите. Боже. Я им сказал. Это все. Нет. Правда. Я говорю. Двадцати годов движения. А Днефа очень много стран. Нигде меня на крюки. Я на крюки. Везде куда я приехал. Мне были очень рады. Угощали. И давай. Вот у нас не хватает. Компания будет. Лучше попеить. Поговорить. Нас больше будет. А когда нас больше. Чем больше мы собираемся вместе. Поем и танцуем. Тем больше мы сейчас. Правда? То один человек счастливый. То все собираются. И все делятся своим счастьем. И тогда. Сразу же пропадает. Зависть. Жадность. Гнев. Все эти отвратительные качества. Они уходят. И человек становится. Какой? Счастливым. А когда человек становится счастливым. Он лишается этого эксплуататорского духа. Эксплуатированных. Других живых существ. Поэтому он становится. Дорог. Для всех. А когда они становятся следами Кришны. Поэтому они очень дороги. У всех живых существах. Почему? Такого хозяина. Это вы не сумеете. Это то, что нам предлагаем людям. Становитесь следами Кришны. Каждый хочет, чтобы вы его любили. И каждый хочет любить. Поэтому становитесь следами Кришны. Кришны. Вы будете научитесь любить Кришну. И все живые существы. И взамен. Что мы получаем? Какой принцип христианская религия? Что в России? Что? Что? И почему? Когда человек дает любовь к Богу. Самим. Что он получает? Так же. Любовь к Богу. Поэтому суть Кришны. Поэтому. Пожалуйста. Знакомьтесь. Более. Кришны. Пожалуйста. Почитайте обязательно. Тут книга Кришны. У них есть другие книги. Это считается основной книгой. Она дает основу всего знания. Осознание Кришны. Я Кришны. Куда говорю Кришны. Приходите почаще к нам. Мы будем очень вам все рады. Потому что у нас очень много праздников. 108. Официальных. В общем. Если взять все мысли. То более 500 праздников. Если вы спросите. Почему мы и так еще не празднуем? То нам просто не хватает. Сил. Праздновать. А где нам взять сил? Мы ждем. Приходит все больше. И больше. И вдохновляться такими праздниками. Чтобы превратить всю свою жизнь. Хорошо? В праздник. И танцевать. И выполнять свои обязанности. Ежедневно. Для удовлетворения. И выполненных. Так мы станем настоящим. Все с ним. В этом цель сознания Кришны. И нам предлагаем. Дальше. Усходиться. Таким. Замечательным праздником. Следующим. Таким. Этим. И следую. И. 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 Спасибо.